В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании МЕТА, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Мои покойные бабушки Джоан Кэмерон, самые захватывающие и виртуозные рассказчицы. Глава первая. У Розмари, бывшей девушки моего парня, такие же густые брови, как у меня. У нее точно такие же волнистые темно-рыжие волосы и округлые бедра. Я стою через дорогу от ее офиса в объемном бордовом свитере и темных очках и наблюдаю. Мне хочется знать, кто она. Из тех, кто уходит в пять вечера, чтобы попасть в спортзал или застать часы скидок в баре, или же из тех, кто до восьми рассылает электронные письма в окружении пустых столов. Но она выходит из здания 18.35, и я понимаю, она не относится ни к тем, ни к другим. На плече у нее шоппер с логотипом Нью-Йоркера. Для меня это признак банальности, конформизма. Нью-Йоркер — американский еженедельный журнал, посвященный культурной и литературной жизни, как правило, именно Нью-Йорка. Она перебегает четырехполосную дорогу, когда светофор отсчитывает последние две секунды. Машины сигналят, а она жует мятную конфету. Я точно знаю вкус конфеты, потому что стою рядом с ней на платформе станции метро «Фултон» и чувствую запах. Отчаянно сопротивляюсь желанию прикоснуться к ней. Вдруг она растворится. Вблизи розмарине похоже на свои инстаграммные фотографии. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей «Инстаграм» и «Фейсбук», принадлежащих компании «Мета» «Платформ Синк», была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Она явно использует разные фильтры, добавляя тени и насыщенность. Ее живот более плоский, чем у меня, зато грудь гораздо меньше. Гладкая и сияющая кожа, но квадратная челюсть, как у мужчины. На снимках она поджимает губы, вместо того, чтобы показать все зубы, как это делаю я. Теперь-то мне удается разглядеть ее зубы. У нее острые клыки, как у хищника. Наверное, это говорит о том, что я симпатичнее розмарии. Но как знать, вдруг Калебу понравился этот вампирский оскал. В поезде она вставляет в уши крохотные белые AirPods, и я в ответ надеваю объемные шумопоглощающие наушники. Хотя в вагоне хватает сидячих мест, розмарий прислоняется к двери, закрывает глаза и начинает отбивать такт ногой. Я тоже стою, но мои глаза открыты. Половину моего лица скрывают огромные темные очки, как у звезд, избегающих папарацци. И я могу пристально разглядывать людей. Анонимность — залог успешного наблюдения. На станции Уолл-Стрит в пояс набивается куча тел в деловых костюмах, и те, кто стоит у дверей, вынуждены потесниться. Несмотря на октябрьский холод, вагоны пока не отапливаются. Посреди этого столпотворения мне удается занять место рядом с розмарии. Рукав моего свитера задевает ее локоть в джинсовой куртке. Посмотрим ли мы друг на друга. Но она так и не поднимает взгляд. Два дюйма разницы в росте играют мне на руку. Я вижу ее экран, пока она пролистывает исполнителей и альбом, и выбираю в итоге «Дышать под водой» группы «Хаятус Койоти». Два дюйма, примерно пять сантиметров. Мне становится неприятно, когда я понимаю, что Калиб, мой парень, ее бывший, вот уже несколько недель каждый раз ставит эту песню во время готовки, измельчая лук под звон барабанных тарелок. Затем она сочиняет твит о романе, который сейчас редактирует. Книга удостоилась отзыва «Нью-Йорк Таймс». Розмари без конца стирает и переписывает его. И меня так и тянет вырвать телефон у нее из рук. «Я знаю, ты ищешь баланс между гордостью и скромностью», скажу ей я. «Дай сюда». Я изучаю ее лицо, пока она не выходит на станции Атлантика-Веню в районе Форт Грин в Бруклине, следую за ней. Розмари идет вниз по улице, поворачивает налево, направо, а потом набирает код и входит в современное здание в индустриальном стиле с окнами до пола. Просто бельмо на глазу в окружении старинных особняков из красновато-коричневого песчаника. Я не могу пойти за ней, поэтому направляюсь в пивной бар с террасой в паре кварталов отсюда. Заказываю брецель размером с мое лицо и пью сезонное пиво. По вкусу напоминает банановый хлеб. Затем звоню Калибу и спрашиваю, не хочет ли он присоединиться. «Где ты?» спрашивает он. Прикрыв микрофон рукой, уточняю адрес у официанта. Заговорщицки подмигнув, он шепчет название бара. Я повторяю его Калибу. Повисает пауза. «Почему ты Форт Грин?» Пишу сцену, и действие происходит здесь. Сбор данных. Его голос смягчается. «Скоро буду». Положив телефон, я записываю некоторые детали. Пешеходный переход, твит, сумка-шоппер, локоть в джинсовой куртке, касающейся рукава моего свитера. Это начало книги. Моей книги. Кажется, я нашла историю, которую стоит рассказать. До этого я писала только короткие рассказы, не больше двадцати страниц. Ничто не цепляло меня настолько, чтобы удостоиться башни из слов. Но, наконец-то, жизнь заинтересовала меня. Возрадуйтесь, сторонники, утрите нос, скептики. Сама я каждый день попадаю то в одну, то в другую категорию. И я напишу роман. Калиб приезжает полчаса спустя и с тревожным видом оглядывается вокруг, словно ожидая увидеть призраков. Я окликаю его. Что за сцена? Он садится на соседний стул. Пытаешься описать, как солнечный луч скользит по изысканному песчанику? Я наигранно смеюсь, не понимая, издевается ли он надо мной. В точку. На работе сумасшедший дом. Я чуть ли не с самого утра мечтал о баре напротив, но не думал, что меня занесет настолько далеко. Калиб живет в Вашингтон-Хайтс, а я в двухстах кварталах на юг, в Гринвич-Виллидж, что гораздо ближе к его офису в финансовом округе. Стал бы он видеться со мной так же часто, если б я жила в другом месте. Наверное, я очень тебе нравлюсь, замечаю я. Разумеется. Калиб откидывает прядь с моего лба. Киношный жест, но это приятно. Вообще-то я бывал здесь раньше. Притворяюсь удивленной. Правда? Ну, моя бывшая живет неподалеку. Его рука по-прежнему играет с моими волосами. Мы пару раз заглядывали сюда. Черт, я не знала. Вдруг она сейчас объявится? Боже, надеюсь, что нет. Калиб берет принесенный официантам стакан пива. Здесь полно других баров. Все будет хорошо, заявляю я, сделанная уверенностью и сжимаю его руку, словно напоминая. Ты здесь, ты со мной. Ты здесь. Я не знаю.